привет дорогие подписчики и в сегодняшнем видео я расскажу про какашки а точнее про то как вообще какашки какие они бывают и как они классифицируются я самый не страшный проктолог из города пермь поехали я вас очень призываю подписаться на мой канал нажать лайк нажать колокольчик и не пропустить уведомления о новых видео я жду когда ко мне на прием приходят пациенты с жалобами на геморрой или на нарушение стула мне нужно обязательно знать какой же у них кал я очень часто их спрашиваю как вы ходите в туалет и очень часто пациент испытывает конфуз не знает что сказать тут я ему подсказываю что наверное колбаской или не колбаской и вот тут начинается сочинительство со стороны пациента начинает описывать какие у него какашки а у нас есть замечательная брестольская шкала оценки какашек эта шкала впервые опубликована в скандинавском журнале гастроэнтерологии в 1997 году и с тех пор она нам служит помогая выражать свои мысли касаемо человеческих выделений ведь это так неприятно фу кстати однажды при ответе на вопрос какой у вас стул пациент мне сказал компьютерный и он мне очень нравится так как брестольская шкала разделяет какашки по форме нужно понимать что форма их очень зависит от количества времени которое они проводят в толстой кишке соответственно чем больше они проводят там тем они становятся суше тем они становятся пожестче ну и вот это то что называется на ходить в туалет кирпичами соответственно чем меньше какашки проводят толстой кишке тем они более жидкие и поехали разбираться с видами какашек мне очень нравится вот такая картинка, которая показывает вообще, какой кал может выходить с толстой кишки, сколько он там находится. И начнем, наверное, не с самого первого. Начнем с третьего типа по брестольской шкале. Третий, четвертый тип – это та самая какашка колбаской. Тип третий – это такая какашка слегка высохшая с небольшими трещинами. Этот стул считается совершенно идеальным, золотым стандартом, можно сказать, похода в туалет. Четвертый тип стула по брестольской шкале похож на змею. Какашка такая же гладкая, тоже в виде колбаски, и это тоже считается самым нормальным стулом. И вот именно такой стул должен быть у пациентов, пока мы лечим обострение, например, заболеваний прямой кишки, геморрой или анальной трещины. Ну и, соответственно, раз тип 3 и тип 4 – это идеальный формат стула, то все, что меньше, то есть тип 1 и 2 – это означает, что какашка долго находится в толстой кишке и говорит о запоре. А то, что выше – это 5, 6, 7 типы, это говорит о том, что какашка практически не находится в толстой кишке, и это называется диарея. Тип 1 – это такие отдельные твердые какашки, которые можно сравнить с орехами. Ну, это тот самый момент, когда человек ходит в туалет кирпичами. Второй тип стула – это колбаска, но отличие этой колбаски в том, что она слеплена из отдельных шариков. Эти шарики создают такую ребристую поверхность, и вот именно вот эта какашка может пройти по геморроидальным узлам, травмировать их, и у пациента начнется обострение геморроя, ну или появится анальная трещина. Тип 5 – это мягкие пушистые комочки. Так как они коричневого цвета, вспоминается реклама лиловой коровой шоколадки, как раз-таки именно вот такие пушистые комочки и представляет из себя какашка этого типа. Тип 6 в простонародье называют кашицеобразным стулом. Какашки такие рыхлые и очень напоминают гречневую кашу и по цвету, и по консистенции. И вот этот стул может указывать на легкую диарею, то есть нарушение нахождения какашек в толстой кишке, они там находятся слишком мало. Ну и тип 7 – это водянистый стул, жидкий, в нем уже нету никаких комочков, нет никаких твердых элементов, и как правило он уже указывает на то, что содержимое кишки транзитом проходит через толстую кишку и может явиться симптомом различных воспалительных заболеваний толстой кишки. Повторюсь, что типы 3 и 4 являются совершенно нормальными, а вот все остальные требуют некоторого внимания. То есть первый и второй требуют приема каких-то, допустим, пищевых волокон для размягчения стула, а типы с 5 по 7 говорят о том, что что-то не так происходит с толстой кишкой, возможно это инфекция, возможно человек отравился, съел что-то не то, или имеется воспалительное заболевание, то есть в этих ситуациях лучше обращаться к врачу, ну к врачу-гастроэнтерологу, естественно. Чем прекрасна эта шкала? Эта шкала является универсальным инструментом слежения за пациентами, например, которые принимают антибиотики, которые принимают пробиотики, ну и когда проводится исследование какого-то лекарства, влияющего на стул, эта шкала также помогает фиксировать результаты этих исследований. И давайте я все же расскажу, какие должны быть идеальные какашки. Начнем с цвета. Они должны быть темно-золотистые, светло-коричневые или коричневые. Иметь форму колбаски, ну или вытянутого цилиндра, при этом быть плотными, но не сильно твердыми. Кал может или плавать в воде или тонуть. Это зависит от продуктов питания, которые мы кушаем. Какашки не должны содержать следы гноя или следы темной крови, а также они не должны никак окрашивать воду, в которой падают, например, кровью. Какашки должны иметь специфический фекальный запах и не должны содержать в себе непереваренную пищу. Особенно не должны в себе содержать непереваренное мясо. Причем растения, они в принципе очень плохо усваиваются и некоторые виды бобов, некоторые виды, например, свеклы могут быть в какашках не переварены. Это норма. Надеюсь, это видео вам полезно и утром или может быть сейчас, смотря это видео, вы можете оценить, какие же у вас какашки, нужно ли как-то вмешиваться. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Делитесь этим видео с друзьями и вечером в компании вы сможете обсудить, какие же у кого какашки. Счастья вам и удачи, до новых встреч!